Итак, друзья, последняя точка нашего путешествия, а точнее первого дня в Лиссабоне, это мыс Кабо-де-Рока, самая западная точка Европейской Европы. Мы приехали вот сюда, вот сюда с гор, стоянка бесплатная, места есть, и теперь пешочком мы пойдем к обрыву. Что мы здесь имеем? Мы имеем какой-то домик, сюда кстати автобус ходит, сюда входит автобус, не знаю какой номер, мы за ним сюда ехали. Здесь имеется вот такой вот маячок, невысокий, судя по всему туда тоже могут люди идти. Так, до заката у нас минут сорок, мы все стараемся по плану успеть приехать, спланировать дорогу. А, вот еще стояночка, сейчас мы к ней тоже выйдем, и вон там толпы народа, толпы людей. Не одни мы будем встречать и ожидать заката. Да, идем ближе. Так, друзья, продолжаем. Значит, вот у нас маяк, огороженная территория, площадка. Что у нас внизу? Внизу у нас вот такие вот скалы. Главное не спотыкнуться одновременно с этим. Камушки, вот смотри, красиво туда видно все. А тебе не пакет сделать настоящий посадок? Кстати, а где пакет? Да, открывай. Это я наберу, да. Эти давай. Вот смотрите, друзья, солнце. Блин, сколько там? Три пальца. Вот 20 минут и его не будет уже. Три пальца еще достаточно высоко. Когда там остается один палец, и ты думаешь, вот-вот, сейчас у тебя есть еще минут 20. В итоге это 5 минут, и на этом все закончилось. Смотрите, крест, люди, музыкант. Сейчас мы еще с той стороны подойдем. Потрясающие, конечно, виды. Так, ну до низа, скажу, метров, наверное, сто. Сто может. Дрон. Вон, смотрите, камера перевернулась. Спасибо. Спасибо. Так, я предлагаю, Анечка, еще вот отсюда сфоткаться, чтобы океан было видно. Он даже из того света и даже из того же магазина. Вот смотрите как люди ожидают заката. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Сейчас мы сели и заняли в первом ряду. В первом ряду заняли место для наблюдения за закатом. Можно вот так вот. историю надо записать а не вот был этот фото уже такая